Я вот это интервью записывал еще тогда, когда Александр Глебович Невзоров, к моему огорчению, не расчехлился до такой степени, как сейчас, то есть не оказался просто в человеческом отношении мразью. Но при этом, не устану повторять, он гениальный репортер. Вот в нашем ремесле он, конечно, гуру, никуда от этого не деться. Просто медиа-идиолог Марина Вискова на права, что талант не облагораживает своего носителя, поэтому он может быть просто супер-пупер гениальным, но подонком. Так вот, песня совсем не о нем. Песня о Милонове. У них с Александром Глебовичем есть некая предыстория, и я себе не отказывал в удовольствии эту тему немножечко помуссировать. И Милонов, по мне, хорошо зажигает вот этот его тезис про слугу сатаны и все прочие моменты. Он отрабатывает. То есть он вот в своем амплуае, он тоже в хорошем смысле, в хорошем смысле он тоже невзоров. Так вот, насчет православия. Вы знаете, что Александр Глебович Невзоров, вам хорошо знакомый, ваш земляк, употребляет термин «православие головного мозга». Как вы можете прокомментировать его вклад в дело пропаганды религии? Ну, я ему, крайне говоря, даже благодарен, поскольку его нравственный вождь, его нравственный хозяин, ну, сатана. А, я думал, Борис Абрамович Берисовский. Да, слушайте, а это все одного черного поля черные тюльпаны, поверьте. Одного помета, так сказать. Он же наградил его даже внешним сходством с сатаной. Посмотрите, как он одевается. То есть вот видно сразу, что человек, ну, для меня все очевидно. Он одержим бесами, он ненавидит веру, ненавидит Бога. Вот, и вот эта ненависть, она у него гипертрофирована. Для любого нормального человека его доводы являются ужасающими. И можно сколько угодно смеяться над, там, одним или тем, там, неудачно говорящим проповедником, или священником, или вообще каким-то бездарем, типа меня, да. Но Александр Глебович, он настолько искренне ненавидит... Искренне, вы считаете, это не игра? Да, искренне, искренне ненавидит, вот. Что у него это уже вот метаморфозы некие происходят и внешние. Но, я думаю, ну, сатана нужен как вечный страх для христианина. Поэтому Александр Глебович, это олицетворение того нового, условно говоря, нового, так сказать, веяния, ненависти ко всему российскому, русскому. Вот, ведь он же не может остановиться только на православии. Он же попросил себя исключить из списка русских людей. Он сказал, что мне стыдно быть русским, и так далее. Ну, в общем, обсуждать Александра Глебовича, наверное, много я не хочу, хотя бы потому, что, ну, это человек своих убеждений. И, ну, он искренне на свои ненависти. Так что, был даже смешной эпизод, когда мы с ним спорили на телевидении, а после этого придумали историю с каким-то отцом Пегидием, который якобы там, вот он там мне что-то сказал, я как бы согласился. Ну, в общем, смешно было, конечно, фейк. Но это, безусловно, символ такого вот христианофобства. И вообще, как бы, традиционалистской фобии. Ну, поэтому не могу о нем много ничего сказать. Я помню его другим, я помню его по питерской тусовке. Да, я тоже помню его другим совсем. Совершенно таким милым минорным мальчиком. А почему, вот как вы считаете, почему в Питере все время вот это вот все происходит? Вот такие люди, как Невзоров, революции там происходят. Вот это из-за того, что это на крови Петр создавал, и там столько людей положили. Почему это такое вот исчадие зла, вот этот город на Неве, где рождаются все время какие-то идеи, вот какие-то такие невзорвые, скажем так. Петербург очень мистический город. Он полон легенд, полон загадок и трагизма его основания. Петр Первый сделал такой очень оригинальный шаг. В общем, для меня это все очевидно. Там, безусловно, это, вы понимаете, это излом двух цивилизаций. Нормандской цивилизации, пришедшей, так сказать, на место восточно-германской цивилизации, то есть славян. То есть это место вторжения, место тектонического разлома культурного. Ну и, конечно, загадочные финские болота. Ведь финны всегда славились, финские женщины, теми, что они были ведьмами. И многие наши предки, норманы, они брали себе жены с Финляндии, потому что были, ой, черовницы такие, ой, бабки были и тетки такие смешные. Так что, ну это все естественно, поэтому это мистицизм. Ведь в Петербурге два храма, построенные масонами, например. Вот. И все смеются, говорят, ой, там дурачок про масонов заговорил, там чучело Богданов какое-то волосатое высовывается. Ой, я масон. Петрушка ты, а не масон. Масоны это те, кто никогда в жизни про себя не скажет, что они масоны. Они есть. Такая серьезная структура. Да, но когда я впервые это озвучил, мне сказали, слушай, не трогай, не трогай, обратку получишь.